Спустя 2 недели после фиаскового матча с Локомотивом Возможно поэтому относительная свобода действий позволила капитану Спартака вскоре закрепить успех команды Удар слева оказался очень сильным и точным 2-0 Не прошло и минуты как Титов вышел один на один с Чичкиным и третий раз поразил цель Тут же гости позволили себе небольшой отдых и Есифов сделал все чтобы Усинову не составило труда поразить противоположные ворота Три гола за три минуты В общем-то логики в счете возможной не было потому что ключевым моментом на мой взгляд был тот эпизод когда Зубко не забил в пустые ворота мяч попал в кочку здесь нам очень повезло все могло повернуться по-другому Надо сказать, что после выхода на поле Бузники на ухозяев Мысина мяч стал редким гостем в середине поля Атаки накатывались то на одни, то на другие ворота Ротор воспрянул, но в завершающей стадии все же больше везло москвичам Сперва Бузники на результативность играл на добивании а затем Титов однокровно обыграл защитника и вратаря Окончательный результат Спартак установил за минуту до финального свистка Все тот же Бузникин не улавим движением катнул мяч мимо лучшего игрока Ротора в этот вечер Игра, особенно в хром-тайм, пошла на встречных курсах В принципе, Ротору тоже нечего было терять Он пошел, оголился, и поэтому игра пошла, как можно сказать, открытой Ротор субтитров А.Семкин